Традиционно в феврале в Славянском районе стартует спартакиада среди спортсменов-любителей из всех поселений муниципалитета. Честь представлять свое поселение на ней участники отстаивают на внутрепоселенческих спартакиадах. А лучшие представители команд по итогам муниципального этапа войдут в сборную района, чтобы защищать его честь на краевом уровне. Собранная таким образом команда района ежегодно показывает высокие результаты в спартакиаде Кубани. Об открытии игр 2018 года и первых победах смотрите в следующем материале. Большой спортивный турнир, участие в котором принимают не профессиональные спортсмены, а простые любители, проживающие в поселениях района, свой старт берет в феврале, а окончится только к концу ноября. За это время команды сборных поселений района посоревнуются в 22 видах спорта – от привычных волейбола и футбола до туризма и шахмат. Открытие спартакиады, которое носит название «Живая память поколений», всегда происходит очень торжественно. На этот раз в спортивном комплексе «Лидер» в полной готовности собрались 11 команд из поселений муниципалитета, приветствовал их председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Хочу выразить вам слова благодарности за то, что вы занимаетесь спортом. Это пример будущим поколениям. По таким девизам сегодня они начинали с нашей спартакиады. Это прославление своих поселений. Я уверен, что сегодня вы покажете хорошие результаты. Самое главное – это участие в этой спартакиаде. Название «Живая память поколений» несёт глубокий смысл, отмечает начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. В нашем муниципалитете очень сильные традиции преемственности в спорте, да везде, я считаю, в трудовых коллективах. Стоит отметить то, что даже если поселения не заявляются на участие в таких массовых видах спорта, как волейбол или футбол, у их жителей всё равно есть шанс проявить свои спортивные таланты. Есть интересные жители этих поселений, которые кто-то сильный в теннисе, кто-то сильный в шахмат. Дать им возможность проявить себя. Отлично! Главы поселений стараются сами поддерживать свои команды и становятся самыми активными болельщиками на турнире. Ведь каждый из них понимает, что занятие спортом в любом возрасте – это лучшая возможность сформировать здоровое как физически, так и морально общество. Глядя на спортивные успехи родителей, и дети начинают приобщаться к физической культуре. Я в первую очередь хочу выразить благодарность главе района Роману Ивановичу Сняковскому и управлению по спорту за то, что у нас есть такое замечательное мероприятие, за то, что мы можем показать развитие спорта в наших поселениях, за то, что наши ребята и девчонки могут выступать на таком уровне. Для нас спорт – это здоровый образ жизни. Проводя вот это соревнование, мы таким образом проводим спорта и у себя в поселениях, и мы втягиваем людей, чтобы они занимались спортом. Это очень важно и для нормальной жизни, и для того, чтобы развиваться и пробивать спорт на территории поселений. От всех глав поселений огромное спасибо! В первый соревновательный день в зале лидера сильнейших в волейболе выявили среди мужчин. Ими оказались команды Прибрежного, Забойского и Анастасиевского поселений. В то же время среди женских команд в зале школы «Триумф» была выявлена тройка лидеров по игре в стритбол. В число победителей здесь вошли спортсменки из Славянского, Коржевского и Протокского поселений. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».